Операция Операция В год у маленькой Сонечки на лопатке появилась шишка Родители повели ребенка на обследование в поликлинику Там их заверили, что беспокоиться не о чем Однако со временем шишка росла А вместе с ней росло и беспокойство родителей В мае мама Соня обратилась в детскую областную клиническую больницу А уже в августе ребенка прооперировали Олег Алексеевич, расскажите, почему пришлось оперировать И насколько был рядовым случай Ну, он не сказать, что совсем рядовой Достаточно был обошлых размеров Поэтому достаточно сложно было его выполнить Но это была необходимая операция У девочки имело место доброкачественное новообразование В принципе, оно действительно не опасное В плане того, что оно не является злокачественным каким-то новообразованием Но была сложность ввиду того, что ее локализация И распространенность была достаточно уже большая Опухоль больших размеров была И располагалась близко с магистральными сосудами на шее Поэтому вот в этом была сложность И требовала очень такой скрупулезной Очень такой аккуратной работы именно при выделении Опухоль располагалась глубоко за мышцами Поэтому для того, чтобы у нее не было наружной функции руки Чтобы могла поднимать эту руку Мы очень осторожно обращались с мышцами, которые там идет И через мышцы проходили эти Вот, и потом все это восстановили Сейчас у нее рука двигается в полном объеме Сама операция, в общем, проходила достаточно длительное время все-таки Потому что постепенно приходилось выделять вот эту опухоль очень осторожно А с прогуляцией, что он... То есть с обработкой сосудов, которые по ходу операции подходили там Она глубоко распространялась Ну, в общем-то, удалили бескровно, безболезненно С минимальной травмой для ребенка Поэтому и реабилитационный период протекал очень быстро Девочка сейчас вот бегает уже все, в принципе И скоро забудет, что у нее было какое-то заболевание Мама Сони призналась, что боялась отпускать дочь на операцию В голове одни за другими рождались сомнения А что, если все пройдет без хирургических мешательств? Нужно лишь немного подождать Еще хуже, единственная дочка не перенесет наркоз или последствий операции Однако Татьяна доверилась врачам С ее слов, если бы она так и не решилась на этот шаг А опухоль бы оставила ее ребенка инвалидом Она бы никогда себе этого не простила Я уже для себя искала причины, что, может быть, нужно еще подождать Что нужно отказаться Это просто мой страх Это мой страх за нее Потому что и отдавать я ее не хотела И мало ли что И не дай бог какие последствия То есть это уже мое материнское сердце Но меня потом успокоил Олег Алексеевич, в принципе И уже я с спокойной душой сказала Да, давайте будем делать Сразу же у меня в голове отложилось тот факт Что, а если я подожду Я потом, что-то у нее будет Не дай бог, а там, с дыханием проблема Не дай бог, допустим, сложнее будет операция Через какое-то время То я себе просто-напросто этого не прощу И если, не дай бог, что случится То есть это тоже будет все на моей совести Потому что я буду себя винить в том Что если я ее сейчас не отправлю Не сделать операцию То это будет уже моя вина И вот он переубедил В том, что никто меня не уговаривал В любом случае было решение только за мной Просто он по-человечески мне объяснил Что смысла нет ждать Что возможно будет только хуже Да, нам все каждый раз приходится Как-то объяснять, что жалость наша Должна быть конструктивной То есть жалость такая, чтобы пожалеть ребенка Чтобы он был здоровый Вот в этом жалости я вижу правильно И родители, они получают информацию из разных мест И когда они приходят, то где-то говорили одно В другом месте другое Иногда говорят, это не специалисты Иногда какие-то такие у них просто В бытовом плане даже какие-то представления Поэтому самое главное Это объяснить, что мы будем делать Какие возможные осложнения Тоже родители должны знать И как мы будем с этим бороться И объяснить, конечно, необходимость Этой операции, которую мы выполняем И тогда, в принципе, это, как правило, Сдается убедить Потому что никто не хочет желать Зла своему ребенку А позиция такая, что я вот ничего не вижу И нельзя же, наверное, закрывать глаза Татьяна рассказывает, что это были самые сложные Два с половиной часа в ее жизни Ожидания, нервы, слезы Но еще тяжелее давалось время после операции Когда дочке надо было объяснить Что мама ее не бросила Операция была необходимой мерой Я ее отправила тем, что мама ушла на работу Ты, пожалуйста, поиграй с тетей У нас там такая хорошая была Ну, все вообще медсестры, весь персонал хороший Вот кто их отправляет и забирает с операции Оля ее зовут Вот И она вот вместе с ней ушла За радость, с удовольствием Она ушла И все И мы ее И я ее отдала И тут уже эмоции Потому что девчонки другие рассказывали Как дети плачут У меня ушла, слава богу, без слез Но когда мне ее привезли Она мне кричала, что Мама, ты меня бросила Мама, ты меня бросила Мама, ты меня оставила Но За это время Мне кажется, я всем надоела Я ходила, спрашивала Потому что Детей привозили быстро Ну, у кого-то разные случаи У кого-то грыжа У кого-то что И ты вроде смотришь Едет Нет, не твой ребенок Едет, нет, не твой ребенок И у тебя такое внутри Слезы и мандраж И все Ну, вот, говорю Два с лишним часа И вот Ко мне подошли Говорят, все Олег Алексеевич Говорят, вас ждет И я вот пошла к нему И вот Он уже сказал Что все прошло хорошо Слава богу И потом Она вот в реанимации Час, наверное, где-то Она была И потом ее привезли И вот она приехала С криками Мама, что ты меня бросила И у нас у нее страсть такая Она любит очень волосы И она вот вцепилась В мои волосы И я вот Она лежала Я стояла на коленях А она держала меня за волосы И никуда не отпускала С момента операции Прошло около месяца Жизни девочки Ничего не угрожает Соня, как и все здоровые дети Может спокойно кататься На качелях И играться во дворе Без боли и дефектов Спине и шее Еще несколько дней После выписки Маленькая Соня Приходила наблюдаться К лечащему врачу И заходила в свою комнату Так малышка называет Больничную палату Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин